Большая часть граждан муниципального образования Усть-Курдюм, всех прилегающих территорий, не видит абсолютно никаких оснований для того, чтобы что-то менять в нашей прекрасной сельской жизни. Люди боятся, что их лишат льгот, люди боятся, что поднимут тарифы, что начнется точечная хаотичная застройка, переселение каких-то непонятных сюда граждан. Вообще все эти процессы для нас, они непрозрачны. Мы не понимаем происходящего в данном направлении. И поскольку нам никто из представителей властей не смог объяснить до сих пор плюсов, кормят нас обещаниями, рассказывают нам про какие-то соглашения, которые не подкреплены ни федеральными законодательствами, да просто никакой здравой логикой, жители против. И мы, собственно говоря, хотим, чтобы жители это решение свое высказали, потому что референдум – это единственная, самая высшая, так сказать, форма проявления воли граждан. И мы хотим к властям прийти, чтобы они нас услышали через референдум. Как я понял, что территориальная комиссия вам отказала в регистрации вот именно на основании того, что какие-то нашли они нестыковки в ваших паспортах. Да, вы знаете, отказывают на том основании, что копии паспортов были предоставлены якобы с несоответствующими данными и ссылаются на то, что эти данные якобы им не утвердила миграционная служба. Очень все мутно. Нам дали ознакомиться только с копиями запросов и ответов, под которыми не было подписей должностных лиц, под которыми не было никаких печатей. Он выглядит таким образом. Некий запрос в форме таблички и правки, рукописные правки, которые как бы в дальнейшем представлены управлением по вопросам миграции, в этой табличке идут правки рукой. В этой таблице мы не увидели ни подпись должностного лица управления по миграции ГУМВД России по Саратовской области от 17 июня 2021 года, ни подпись должностного лица. То есть документом, как таковым с юридической точки зрения, его назвать нельзя. И суд сегодня нас услышал, эти доводы, и удовлетворил наше ходатайство о запросе с управления по миграции, и он по уточненным требованиям выступает в качестве заинтересованного лица. То есть суд запросил и форму запроса, который был направлен в территориальную избирательную комиссию, и ответ, который был предоставлен на ее запрос. Поскольку и сам запрос, и ответ вызвал большие и огромные сомнения. Мы считаем, что на данном этапе эти документы все фальсифицированные. И основания, по которым нам отказывают, надуманные. Мы благодарим вас, уважаемый Взгляд.Инфо, что вы неравнодушны посетили это и осветите это судебное заседание. Спасибо вам большое. Мы были крайне возмущены, что прокуратура и представитель территориальной комиссии пытались ограничить граждан и не допустить видеосъемку в помещении суда.